День добрый, поважанные подписчики канала Процветок. С вами Вольга Дуброва. Сегодняшняя наша тема – обрезка многолетних растений. Многолетник по-простому. Скажу сразу с хорошей новостью. Начну с хорошей новости. То, что не существует жестких правил, согласно которым мы проводим эти манипуляции. Это позволяет, учитывая, конечно, биологические особенности растений, как-то оптимизировать свой уход за садовым участком. Но при этом отмечу, что вы точно не должны обрезать это зимне-зеленые растения или вечно-зеленые растения. Чем они отличаются? Зимне-зеленые растения у них цикл развития такой особенный. Там один-два сезона вегетации. А вечно-зеленые их не так уж и много среди травянистых многолетников. Например, бадан, когда лист существует более двух лет. Сейчас в лес зайдем, мы увидим печеночницу, увидим земляничку. Пойдем на луг, мы увидим манжетку. Мы увидим веронику, увидим некоторые злаки, живучки на лугу. То есть все черное не становится и коричневое не становится. Растения живут и приспосабливаются к условиям зимовки. Никто их не обрезает. Но это то, что в природе, а то, что касается у нас в саду, то там растений и зимне-зеленых огромное количество. Это многочисленные гейхеры, тиареллы, гейхереллы, барвинки, те же баданы, лаванда. Ну, список очень большой. Поэтому обрезать мы не будем вот эти вот зимне-зеленые. Если вы сомневаетесь и не знаете, что это за растение, то лучше оставьте его как есть. А потом вы поймете его биологию, его ритм жизни и будете делать все правильно. Среди почвопокровных и стелющихся также очень много зимне-зеленых растений, которые, кажется, что они всегда зеленые. На самом деле листик родился весной, умер осенью. Листик замещающий появился летом и умер весной следующего года. И нам кажется, что этот процесс вроде бы он такой непрерывный. Затем нам надо обратить внимание на такие растения, которые в наших местах, в условиях умеренных широт, они условно зимующие. Это наша любимая лаванда, это лабелия многолетняя, кориопсис некоторые виды. Потом любимые юки, книфофия. Эти растения мы к зиме готовим особым образом. Мы их там засыпаем, укутываем как-нибудь. Например, южане, книфофия и юка, у них листья, можно сказать, что вечно зеленые. Но в наших условиях, конечно же, одна из Центральной Америки, другая из Южной Африки, мы должны сделать им сухое укрытие. Листья не обрезаем, там у книфофии мы их связываем пучком, засыпаем листьями или лапками закладываем, таким образом готовим. Эти растения я бы рекомендовала, в том числе лаванду, не обрезать. Потому что весна покажет, что выжила, что не выжила. Это одно условие, а другое условие то, что растение пользуется снегом, а снег это лучшее укрытие. Поэтому между необрезанных веточек будет стревать снег. Вы еще там присыпите листвы, либо поставите лапочки, либо, может быть, вы слегка обкрутите спонбондом, но не плотно, так, чтобы растение зимой дышало и не упарилось там. И таким образом оно будет замечательно зимовать у вас. Присмотреться придется к злакам. Злаки в последнее время широко стали использоваться в отделении не только в специальных каких-то злаковых садах, садах трав, но и просто любителями, обывателями. Это замечательно, это очень красивые растения. Там тоже надо присмотреться, что отметить для себя, что есть теплосезонные. Ничего сложного в этом нету присмотреться, что поздно начинается вегетация, позднее весной. Например, там мискантус китайский. И, естественно, что оно растет, растет все лето, и только к осени начинает вступать в полную свою красоту. Ну, естественно, там может в течение сезона менять свою окраску листвы. Осень она становится особенной. Эти растения я бы тоже рекомендовала не обрезать, поскольку многие из них тоже привлечены из более теплых регионов. И лучше им будет зимовать запорошенными снегом. Если снега не будет, то набросать туда снега. А весной вы уже обрежете. Есть позднесезонные такие растения, потому что холодносезонные, скажем, они наоборот. Снег сошел, и они уже начинают отрастание. Среди них есть как вечнозеленые, например, овсяница, овсюх. Их категорически не обрезают, только по весне мы отправляем, ну, чтобы не было там этой вот кочки такой рыжей. Выгребаем какой-нибудь тяпочкой, зубочками. Ну, и есть те, которым придется срезать башку, потому что рано или поздно она становится мало декоративной. Но злаки зимой очень хороши. И заснеженные, да и птичкам корм. Ну, вот как-то так. Дальше начинаются уже вольницы, так сказать. То есть можно обрезать растения. Например, астрокустарниковая, пасконник, синеголовник, мордовник. Но тоже очень хороши красивые в осенний и зимний период заснеженные соцветия, которые меняют цвет. Но кто-то скажет, что тут за красота. Можете обрезать. Тот, кто решил оставить, помните о том, что многие из них дают очень обильный самосев. Значит, делайте так, как вам в первую очередь удобно. Можно оставить на зиму, потому что есть мнение обрезать. Другие говорят, не обрезать. Используйте свой опыт, опыт своих соседей, чтобы не набивать шишки. Главное, тут нам выступать с позиции, не только своей позиции, мне это удобно, неудобно, хочу, не хочу. А помнить о том, что есть растение, у которого тоже есть свое мнение, которое сформировано тысячелетиями, можно сказать. И так, чтобы это было выгодно и удобно растению, чтобы оно хорошо перезимовало и вышло в следующий год здоровым. Можно не обрезать остельбу, можно не обрезать бузульник. Остановлюсь. Некоторые точки такие, например, известные позиции, и с которыми вроде бы все ясно, но потом случаются какие-то оказии. Например, пион. Пион травянистый или пион древовидный. И то гибриды многочисленные, капризные. Не торопитесь обрезать в конце лета, в августе, ни в коем случае, потому что в этот период идет активное закладывание многочисленных корешков, которые способствуют поглощению питательных веществ, для того, чтобы это основное корневище сжило и способствовало зимовке растения. Обрезают наполовину, там больные какие-то листья. Ну, а затем уже после заморозка, в конце октября, обрезают, оставляя пенечки сантиметров 10-15. Дельфиниум. Иногда жалуются о том, что дельфиниум, получается, как бы малолетник. Год-два прожил и умирает. Умирает почему? Потому что после того, как он отцвел в летний период, срезают до основания этот цветонос, что способствует появлению нового цветоноса. Новые цветоносы настолько истощают растение, что оно не может перезимовать в полную силу, тяжелые перенести тяжелые зимы. Поэтому обрезаем только ту часть, которая несет цветочки. И если вдруг появляются дополнительные цветоносы, то мы их выщикиваем. Выщикнули. И даже оставляем, если растение вегетирует, то есть зеленые листья, мы эти листья оставляем. Так же поступают ширококолокольчики или платикодон. К осени можно наблюдать, что листья еще вполне себе даже и сохранились. А цветоносы уже совершенно некрасивые, почерневшие и портят декоративный вид. Поэтому обрезаем цветоносы, обрезаем те листики, которые уже увядшие. Потому что это не относится к зимнезеленым растениям. И рано или поздно они отомрут. Но позволяем вегетировать. Точно так же лилейник. Вроде бы растение неприхотливое, но будет ему гораздо полезнее, если мы будем как можно позже обрезать его побеги, листья. Цветоносы мы можем летом удалить, потому что потом торчат эти оголенные рыжие. А вот уже листву дождитесь первых заморозков и все не обрезайте. Обрежьте только частично, чтобы не убирать эту махру из середины. Потому что там уже заложились почки, которые даже могут быть на поверхности. Если вы так сделали, то присыпьте торфиками или каким-то компостом хорошо вызревшим. И то, что мы всегда будем обрезать, это больные, пораженные листья, земная часть, когда поражена, независимо от периода вегетации. То есть обрезали и утилизировали. Не в огороде, ни в коем случае мы не накрываем. Ну вот на этом я закруглюсь, поставлю точку. Подписывайтесь на наш канал, звоните, пишите. До новых встреч!